Впервые увидели, как работает телевидение. Сегодня у нас прошла большая экскурсия. Гостей мы принимаем часто, но в основном это дети. На сей раз мы решили пригласить пенсионеров. Их эмоции превзошли все ожидания. Экскурсия началась со знакомства в холле. И это единственное место в здании телекомпании, куда доступ открыт всем. А дальше мы провели гостей, что называется, в Святую Святых, помещение, где, собственно, и делается телевизионный продукт. Это малая студия, кстати, старейшая телевизионная студия в Хакассии. Она работает больше полувека, с 65-го года. Старшее поколение не может не помнить эфиров, которые шли отсюда. К примеру, здесь выступали звезды советской эстрады Владимир Маркин и Валерий Абадзинский. В этой студии пел Осип Кобзон и даже записал здесь фонограмму на одну из своих песен. Здесь играл сегодня всемирно известный скрипач, а тогда начинающий музыкант Владимир Спиваков. Студия работает и сегодня. Отсюда вещает хакасская редакция ГТРК. В большую студию телекомпании гости зашли сразу после прямого эфира программы Вести Хакассия и пообщались с эфирной группой. Это ведущий, оператор, режиссер, звукорежиссер, ассистенты. Эта студия у нас работает с 75-го года. Ее появление дало толчок к развитию информационного вещания в Хакассии. Еще в 70-х здесь шли настоящие ток-шоу с участниками до 100 человек. Сегодня аппаратно-студийный блок ГТРК Хакассии оборудован по последнему слову техники. В этом убедились гости. Они увидели режиссерский пульт, пообщались с инженерами эфира, видеомонтажа, корреспондентами и ведущими. У всех участников экскурсии остались яркие впечатления. Некоторые даже поблагодарили нас в стихах. В нашем возрасте хочется еще больше узнать, еще больше посмотреть, еще больше порадоваться. Мы очень удивлены вашей работой. Что меня больше всего удивило, я была очень удивлена, что сначала делается звук, а потом укладывается фото. Всю жизнь считала, что сначала фото, а потом звук. Как все здесь изменилось! А каков прекрасный коллектив! Хороший, благодатный и очень трудоспособный.